Приток-отток. Если мы смотрим на экспорт-импорт, то оказывается, что страна в основном пашет на внешние рынки. А если мы сравним, например, нашу роль и наш статус в мировой экономике, то окажется, что мы своими ресурсами экспортируем, реально обеспечиваем весомость всех зарубежных валют. И стоит заметить, что минимум 2 триллионов долларов – это отток инвестиционных ресурсов за рубеж. И отдельный вопрос к географии сложившихся производительных сил. Поэтому фактор анализов, где мы находим национальную экономику, понятно, что прежде всего на уровне мотивации. То есть мы фактически свели все к экономическому редукционизму, и наше понимание неосязаемых активов, не материальной собственности чудовищно грубо и отсталое. А именно там и начинается наша национальная экономика, наша традиция, наше понимание, наша культура и все остальное. Почему рухнула советская конкурентоспособность, тоже отвечу, здесь коллега выступал. Когда то, что концентрировалось в верхах в министерствах и в больших корпорациях, было просто срезано, в итоге организм экономический почти во всех случаях оказался без головы этих важных вещей. Теперь переменные внешние среды, которые будут влиять на модели экономики. Понятно, идет глобализация во всех моментах, но и нарастает тенденция протекционизма. Понятно, демография не только бьет нас здесь, а наши, понятно, 55 человек из 100 в 2020 году будут китайцы и индусы. Но Сизяпин заметил как-то, что фактически в Арктике, например, и в Урале будут преимущественно русские роботы. Что касается понимания выгод, вся экономическая деятельность, ее национальная или глобальная основа, строится на очень узком понимании эффектов экономической деятельности. Они все сводятся к давно устаревшему теоретически, концептуально пониманию, что прибыль есть основное стремление и мотив экономической деятельности. Это уже отвергнуто, доказано, Нобелевская премия за эти новые доказательства. Тем не менее, мы остаемся вот на этой старой платформе. И ВУЗа продолжает учить этим устаревшим пониманием. Переменные деятельности. Главная проблема нашей экономики – это разрушенность сетей. Между тем, вся современная экономика – это платформы технологические, платформы знаний, платформы кооперационные. Мы даже в инновационных постановках говорим всего лишь навсего о трансфере технологий, меньше говорим о трансфере знаний и частично производственной кооперации, в которой нет той самой локализации, которая так важна. То есть мы не умеем, как китайцы, заставлять всех иностранных игроков на собственном рынке работать по правилам китайцев, и они при этом используют правила ВТО. Что касается ВТО, то страна практически вошла туда, не зная, что такое на самом деле ВТО. В общем, китайцы обучили десятки тысяч юристов, специалистов. Вот кто здесь в аудитории знает, сходу назовет из молодежи. 8 принцев ИСО. Коллеги, это отче наш. Я назову, но этим занимаюсь. А молодежь и бизнес – это практически мало кто знает. Поэтому важнейшая проблема, опять же бегло в оставшиеся несколько секунд отмечу, проблема монополизма на важнейших стратегических рынках. И монополизм – это торговых, импортных, разных коленций, структур и так далее. И последние два буквально коротких тезиса. Добавленная стоимость. Как мы ее создаем? Мы не умеем капитализировать то, что создаем, то, что делаем. У нас практически разорваны связи с поставщиками, потребителями. Роль государства – отдельная тема, как она относится к собственному же производителю. Мы находимся по многим параметрам в состоянии не тревоги, а в состоянии кризисов и катастроф. У нас три тысячи очень опасных объектов, катастрофы, на которых приведут к гибели сотен тысяч людей. Мы сидим на этой пороховой совершенно бочке. А всего порядка 70 тысяч – это разные, находящиеся в ветром состоянии гидростанции, т.д. и т.п. Такие проблемы решают не отдельные решения, а только реформы или революции. И то, и другое ведет к перераспределению социальных сил и к лечению огромного количества концептуальных вирусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...